Здравствуйте, дорогие и уважаемые наши зрители и слушатели! Я приветствую вас на нашем канале, и сегодня я предлагаю на концептуальном уровне выяснить, как работает R-язык программирования. Поскольку речь пойдет о языке программирования, то первое, что я предлагаю сделать, определиться с понятием язык программирования. Как это у нас, у людей, испокон веков повелось, одному и тому же объекту, процессу, явлению, мы даем не одно, а обычно несколько определений, причем зачастую лишь незначительно отличающие друг от друга. Понятие язык программирования не является исключением из этого общего правила, и вы можете найти множество определений этого понятия. Вот здесь, на этом слайде, я привожу всего лишь три варианта таких определений, которые вы без труда можете найти в интернете. Формально язык программирования – это язык, на котором пишется компьютерная программа, содержащая набор инструкций для работы компьютера. Соответственно, любой язык программирования – это свод лексических, синтаксических и семантических правил, которые определяют структуру команд или инструкций для работы компьютера и организацию самой компьютерной программы как единого целого. Изначально любая компьютерная программа разрабатывается и пишется в виде обычного текста, называемого исходный код. Опять же, одно понятие – исходный код – и множество определений, которые вы можете найти в интернете. Здесь, на этом слайде, я привожу всего лишь три варианта определений понятия «исходный код». Предлагаю обратить внимание на то определение, которое дается Linux Information Project. Как мне кажется, это наиболее простое и в то же время наиболее вменяемое определение понятия «исходный код». Исходный код также называется «просто исходник» или «просто код». Это версия программы в ее изначальном варианте, написанном человеком в виде обычного текста с использованием букв и цифр. Конечно же, исходный код – это такая версия программы, которая может быть прочитана человеком, может быть им понята, разобрана. Что же у нас получается? Получается, что исходный код – это набор инструкций для работы компьютера, причем эти инструкции компьютером не распознаются. Они распознаются только человеком. Следовательно, нужно сделать какое-то преобразование исходного кода в такую версию программы, которая будет распознаваться самим компьютером. Эта версия программы называется машинным кодом. По определению, машинный код – это читабельный компьютером, бинарный код или бинарная версия компьютерной программы, которая содержит инструкции, напрямую управляющие работой процессора компьютера. Бинарная версия программы содержит инструкции для работы компьютерного процессора, записанные с использованием бинарной системы, то есть нулей и единиц. В качестве примера, иллюстрирующего разницу между исходным кодом и вот этим бинарным кодом, я привожу небольшой простенький примерчик. Вот он перед вами. Здесь есть небольшое выражение, записанное в виде исходного кода. Это выражение полностью для нас понятно, читабельно, но в то же время оно полностью непонятно и нечитабельно для компьютера. Зато чуть ниже у нас бинарная версия этого же выражения представлена. Если бы мы не видели вот это выражение в виде исходного кода, то видя только бинарную версию его, мы точно не смогли бы понять, а что вообще здесь записано, что это обозначает, совокупность вот этих вот нулей и единиц. Для нас бинарная версия непонятна, зато она замечательно понятна для компьютера. Существует два пути преобразования исходного кода в машинный код. Первый путь через компилирование, второй через интерпретирование. Первый путь через компилирование используется для так называемых компилируемых языков программирования. Сюда относятся и C, и C++, и Fortran, и целый ряд других языков программирования. Второй путь через интерпретирование, соответственно, это приемлем для языков программирования, которые так и называются интерпретируемые языки программирования. Сюда относятся и Python, и JavaScript, и R, и целый ряд других языков программирования. Если мы работаем с компилируемым языком программирования, то тот исходный код, который мы разработали, и который хранится в виде отдельного файла на компьютере, первоначально забирается компилятором. Компилятор – это специальная компьютерная программа, которая способна транслировать, перевести исходный код в так называемый объектный код и сохранить этот объектный код в виде отдельного объектного файла на компьютере. Объектный код – это компилированная бинарная версия исходного кода. Причем объектный код является лишь частью машинного кода, которую я имею в виду часть. Нужно объединить с другими такими же частями в конечную полную программу. Вот этим объединением занимается линкеровщик. Линкеровщик – это, опять же, специальная компьютерная программа, которая берет один или, может быть, несколько объектных файлов, плюс забирает при необходимости файлы библиотек и объединяет их вместе, создавая так называемый исполняемый файл, который хранит в себе машинный код. Именно этот исполняемый файл и является конечной исполняемой программой компьютерной. Если мы взглянем на поток кода, на его движение в случае с компилируемыми языками программирования, то этот поток будет выглядеть примерно так, как изображено вот здесь на этом слайде. У нас есть исходный код, который в виде отдельного файла хранится у нас на винчестере. Этот исходный код забирается компилятором. Компилятор преобразовывает его в объектный код, записывает на винчестере в виде отдельного файла. Далее линкеровщик забирает этот файл, плюс какие-то еще дополнительные объектные файлы, плюс, может быть, файлы библиотек, объединяет их вместе, создает исполняемый файл, который хранит в себе машинный код и записывает этот файл на винчестере компьютера. Далее, как только возникает необходимость в нашей программе, этот файл будет использоваться как источник машинного кода. Машинный код будет загружаться в оперативную память компьютера и будет контролировать работу процессора этого компьютера. Если же мы работаем с интерпретируемым языком программирования, то вот этот самый поток кода будет несколько иным. В качестве примера такого языка мы можем взять наш любимый R-язык, поскольку он является интерпретируемым языком программирования. Опять же, изначально у нас будет только исходный код. Он может храниться в виде отдельного файла с расширением R на винчестере компьютера. Быть может, мы набрали его прямо в R-консоли, и он готов к исполнению. Может, мы работаем в R-студио и набрали наш исходный код в редакторском окошке R-студио, он опять же готов к исполнению. А быть может, мы работаем даже в онлайн-версии R-студи для программирования и набрали в исполнительном окошке наш исходный код. В любом случае, как только мы дали команду на исполнение этого кода, в работу включается так называемый R-интерпретатор. R-интерпретатор – это специальная компьютерная программа, которая может напрямую выполнять исходный R-код команда за командой. Первое, что делает интерпретатор, разбирает наш исходный код на отдельные команды. Из этих отдельных команд в оперативной памяти компьютера создает специальный внутренний R-объект. Далее, из этого внутреннего R-объекта берется первая команда, преобразовывается в машинный код и исполняется процессором. Берется следующая команда из вот этого внутреннего R-объекта, опять же преобразовывается в машинный код и исполняется процессором. Этот процесс будет идти до тех пор, пока не будет забрана последняя команда из внутреннего R-объекта, пока она не будет преобразована в машинный код и не исполнена. В контексте работы с данными, интерпретируемые и компилируемые языки программирования имеют как свои преимущества, так и недостатки. Скажем, если мы приступаем к решению какой-то типовой задачи, если мы знаем решение этой задачи, если мы знаем, что это решение является оптимальным, то в этом случае, наверное, лучше воспользоваться компилируемым языком программирования. Мы разработаем код под решение этой задачи, этот код скомпилируем в исполняемый файл, и как только понадобится решение, как только понадобится провести расчеты, мы обратимся к этому файлу, быстро проведем расчеты и получим нужный нам результат. Замечательно. Но если мы приступаем к решению не тривиальной задачи, не типовой, то в этом случае, наверное, лучше воспользоваться интерпретируемым языком программирования, который позволяет найти оптимальные решения итеративно и интерактивно. Мы разрабатываем некий первый вариант решения этой задачи, под него разрабатываем исходный код, используем этот исходный код для проведения расчетов, получаем некий результат и смотрим, этот результат является приемлемым или нет. Мы нашли решение этой задачи или нет. Это решение оптимально или нет. Если нет, окей, разрабатываем второй вариант решения задачи, под него исходный код, используем его, получаем результат и опять же оцениваем этот результат. Итак, мы итеративно и интерактивно будем искать вот это решение до тех пор, пока его не найдем. Замечательно. Это очень подходящий вариант именно в тех случаях, когда мы работаем над нетривиальной задачей. Мы при этом будем экономить время на том, что не будем создавать вот эти вот исполняемые файлы каждый раз, как только мы какой-то вариант решения придумали. Правда, мы все равно потратим время, потому что интерпретируемые языки работают медленнее, чем компилируемые языки. Ведь каждый раз в случае с интерпретируемым языком нам нужно создавать вот этот промежуточный объект. Далее из него каждый раз, каждая команда должна преобразовываться в машинный код и исполняться команда за командой. Конечно же, на это уходит дополнительное время. Но зато есть преимущество вот в этой гибкости и в возможности итеративно-интерактивно найти некое оптимальное решение нетривиальной задачи. А при работе с биологическими, медицинскими данными именно нетривиальные, нетиповые задачи чаще всего и являются теми задачами, с которыми сталкиваешься. Очевидно, что для того, чтобы произошли все те замечательные события, которые мы с вами до сих пор обсуждали, нам нужен этот самый исходный R-код или, как его еще называют, R-скрипт, который содержит множество команд или выражений. Каждая команда содержит одну или несколько компонент, которые скомбинированы в соответствии с правилами R-языка программирования в единую инструкцию для работы процессора. Чтобы у вас появилось некое представление о том, как же выглядит исходный R-код, я хочу привести небольшой пример. Вот он перед вами. Этот пример содержит множество команд. Например, вот эта команда ответственна за загрузку в рабочее пространство R-среды табличных данных в виде стандартной таблицы, а вот эта команда преобразовывает эту таблицу в матрицу, объект другого класса, который используется R-языком. Ну и так далее. Каждая команда располагается или занимает одну или более строчек. Если команда слишком длинная, то тогда R-интерпретатор разрывает или делит эту команду на несколько строк с помощью знака плюс. Опять же, вот здесь приводится в качестве примера команда, которая обеспечивает загрузку данных в рабочее пространство R-среды в виде таблицы. Эта команда довольно длинная, ее можно разбить на несколько строк, что здесь и сделано с помощью этого самого значка плюс. Альтернативная ситуация. Если у нас команды небольшие, то тогда мы можем их скомбинировать в одну строку с помощью вот такого оператора, точки запятой. В качестве примера здесь приведены две команды. Одна команда – это простая сумма, а вторая команда – это извлечение корня квадратного из семерки. Если в R-консоли в командной строке мы наберем вот эти две команды, скомбинируем их с помощью оператора точки запятой, и затем нажмем ввод, то есть дадим команду R-интерпретатору интерпретировать эти команды, то мы получим конечный результат – сумму и корень квадратный из семерки. В R-языке используется пять классов компонент, которые комбинируются в команды. Константы, переменные, функции, контрольные структуры и операторы. Совокупность этих компонент составляет лексику R-языка программирования. Каждый класс таких компонентов мы с вами будем изучать отдельно, в отдельных темах. Как я уже отметил, комбинирование компонент в команды подчиняется определенным правилам. Совокупность этих правил составляет синтаксис R-языка программирования. Вот здесь перед вами несколько примеров таких правил. Так, например, настоятельно рекомендуется использовать полное название таких логических операторов, как true и false. Либо, например, рекомендуется ставить пробелы вокруг таких математических операторов, как равно, плюс, минус и так далее. Когда вы разрабатываете название для какой-то переменной, то рекомендуется избегать таких названий, которые соответствуют названиям уже существующей функции. Или, скажем, названия аргументов какой-то функции должны быть описательными и хорошо документированными. Ну и так далее. Синтаксические правила R-языка мы также будем с вами изучать отдельно, в отдельной теме. Равно как и отдельной темой будет тема, посвященная проблеме семантики R-языка. Все это будет изучаться нами в будущем в отдельных темах. Итак, что мы имеем в сухом остатке? R-язык программирования является формальным языком, на котором мы можем написать компьютерную программу, содержащую множество команд или инструкций, управляющих работой компьютерного процессора. Каждая команда включает, как правило, множество компонент, принадлежащих одному из пяти классов, от констант до операторов. Совокупность таких компонентов составляет лексику R-языка программирования. Эти компоненты комбинируются внутри самой команды, подчиняясь определенным правилам, совокупность которых составляет синтаксис R-языка программирования. Первоначально любая компьютерная программа разрабатывается и пишется в виде обычного текста, называемого исходным R-кодом. Такая компьютерная программа для своего выполнения не требует прохождения процедуры компилирования и создания исполняемого файла. В случае с R-языком программирования любая компьютерная программа, написанная на нем для своего выполнения, требует прохождения процедуры интерпретирования. Во время этой процедуры команда за командой, входящий в состав разработанной компьютерной программе, подвергается первоначально интерпретированию, затем преобразованию машинный код и, наконец, исполнению с помощью компьютерного процессора. Вот как-то так это все и работает. На этом, с вашего позволения, я закончу свой рассказ. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего наилучшего. До свидания. До новых встреч.